друзья привет ставьте сразу лайк если рады что сегодня у нас классная погода потому что снимать в дождь и мороз я уже устал а сегодня было солнышко сейчас чуть-чуть точки сгустились но все равно очень тепло и кайфово этому я рад а если я рад значит обзор получится очень классный тем более что автомобиль у нас сегодня действительно интересный сегодня у меня для вас спасательная шлюпка шучу сегодня мы посмотрим хонду внутрь давайте разбираться что за красотка у меня а у меня сегодня действительно inside 18 года это третье поколение сложно сказать легендарного но третье поколение универсального и очень интересного а самое главное экологичного хэчбэка который теперь не хэчбэк от компании honda который я очень люблю первое поколение инсайта появилась в далеком девяносто девятом году это был ответ первому в принципе гибридному автомобилю во всем мире которым стал 10 prius кстати говоря прикольная тачка не очень красивая с его рестайлингом 11 назывался он популярный и многие кстати говоря перекупать до сих пор их находят таскают но естественно не с японии даже по всей стране и здесь перепродают потому что реально батарею держит вот так так вот inside появился ответом 10 prius выглядел он мягко говоря ужасно мышцы как в крутых обзорах поставим такую картинку и посмотрите это был купе тире хэтчбэк с отсутствующей задней аркой которая закрывала пол колеса в россии я такую машину не встречал ни разу и даже не удивлюсь если их вообще сюда никто не возил но в 2009 2008 году появился второе поколение инсайта который уже стало поинтереснее это был ответ уже популярнейшему двадцатому prius honda с toyota в то время в гонке гибридных технологий вообще шли рука об руку практически но второе поколение инсайта завоевала сердца миллионов потому что сравнение с уже надоевшим приусом он выглядел действительно круто более спортивным угловатым маленьким динамичным лифтбэком кстати говоря с приусов появилась понятие лифтбэк да это это все хэтчбэком и стал если говорить о покупателях в россии все равно большинство отдала свои сердца приусом потому что во первых он был мощнее во вторых он был побольше попросторнее в инсайте все-таки не хватало немножко комфорта и по мощности там был 1 и 3 двигатель кстати говоря были не популярные полутора литровые версии но мы их наверно за всю историю привезли штуки 3 короче говоря мощности не хватало сравнении с приусом не хватало мощности не хватало объема по салону не хватало комфорта и в итоге honda inside перестала существовать в 2014 году но как выяснилось на время потому что в 2018 году в декабре месяце она вернулась к нам но уже вот такой давайте разбираться начнем как всегда с визуала если говорить что этот автомобиль inside и даже не так скажу я скажу что если вдруг человек который знает inside привычный нам в которой до сих пор кстати говоря заказывают до во втором поколении если мы показать пальцем сказать что inside теперь вот такой он скажет вы чё сумасшедшие это же седан это главное отличие нового поколения потому что он действительно теперь стал седаном оказывается дизайнер который разрабатывал визуал этой тачки тот же самый который разрабатывал визуал аккорда и нового цивика ну хотя это я думаю никого не удивить потому что тачки реально во многом одинаковые черты по передней части по бамперам по разрезу фар по вот этой огромной решетки из темного хрома кстати говоря которая смотрится действительно четко потому что иногда honda хоть я их очень люблю этот бренд но они могут с хромом переборщить здесь смотрится все очень четко из-за визуал этой тачке можно поставить пятерку сходу только посмотрев на переднюю ее часть но пойдем разбираться в круг во всех комплектациях у нас идут 17 хромированные хондовские диски кстати говоря литье тоже стала визитной карточкой у хонды на всех практически что седана что хэтчбеках идет вот такой рисунок также как и у тойота также как и nissan делает оригинальный литье на все свои тачки я что это круто это индивидуальность бренда классского классно 17 диски 50 профиль некоторые считают что легкомысленно ездить соглашусь с отдельными участками нашей необъятной будут проблемы на 50 профиле но inside туда мало кто возьмет 130 миллиметров клиренс для города завались в лес вы конечно нем не поедете я надеюсь хотя сто процентов вот пять лет пройдет и будут в сети видосики когда крест утопил inside в болоте или чего-нибудь тип такого же и смотреть до конца и такие шуточки сбоку у нас классический седан выглядит ну сбоку и реально можно перепутать с аккордом и не то что перепут я бы вот полгода назад я бы прям уверял до последнего что это аккорд какой inside чего вы несете вообще inside видели где вот inside друзья японцы пишут что дизайн боковой части у нее волнообразный пока не присмотришься этого не увидишь на самом деле есть добрый да это аккорд все хондовские черты сразу видно если я говорил раньше что только мазду можно по визуалу опознать не разбираясь да и несмотря на шильдики сейчас можно с уверенностью сказать что honda есть honda и узнать ее можно и подверным ручкам и по вот этим вот волнам на кузове по расширенным крыльям и вот им широким огромным ушам за визуал honda от меня всегда пятерочку получает по задней части это бэха можете писать что я безумец я уже сравнивал с бмв x6 honda jade потому что если присесть снизу я там говорил она очень похожа на x6 это похоже на баху пятерку ну реально черты такие же и скос пятой двери такой же хотя какой пятой двери там же просто багажник и здесь кстати тоже багажник это же не лифтбэк это же седан теперь так что бэха пятерка по задней части не согласны пишите согласно тоже пишите пишите всегда в бухловозах на топовых комплектациях филтауэра называется я надеюсь вы знаете что такое бухловоз есть вот такая ручка на задней двери здесь выдумали спойлер а нет это тоже ручка на самом деле это чисто визуальный элемент но почему его сделали вот таким они сплошным не знаю может быть действительно для того чтобы использовать его как ручку открытие закрытие багажника хотя сто процентов в россии оторвут первым делом то будет так делать но задумка прикольная непонятная нифига но прикольная друзья под капотом у нас силовая установка leb h5 это полутора литровый двигатель и 2 электромотора бензинка здесь на 109 лошадиных сил ничего в ней необычного нету обычная хондовская полторашка на ней заострять внимание мы не будем хотя полторашка для инсайта это же та самая редкая версия до которой мы заказывали но если вспоминать второе поколение где была система имаа интегритит мотор асист которая слегка подкручивала вал двигателя это параллельный гибрид так назывался до машины которая не ездила на электротяге отдельно в этом поколении гибридная связка называется интеллигент мульти мод драйв что такое интеллигент рассказывать не буду потому что не знаю шутка что такое интеллигент рассказывать не буду потому что и так понятно что система интеллектуальная что это такое это бензиновый двигатель на 109 лошадиных сил обычная хондовская полторашка на нем заобщать на нем заострять внимание мы не будем к нему намертво прикручен один из электромоторов который по факту является генератором он же вырабатывает у нас энергию для батарейки и есть второй электромотор на который передается энергия с первого мотора из батарейки совокупности а с него уже свою очередь передается на колеса система очень похожа на последовательный гибрид хорошо нам известный и power от компании nissan но в отличие от ниссановского и power а здесь присутствует муфта которая может соединить бензиновый двигатель с колесами то есть тачка все-таки у нас последовательно параллельный гибрид вот так вот это завертели короче говоря на больших скоростях когда у вас грубо говоря аналогичные до бензиновый автомобиль идет на прямой передаче здесь точно также с бензинки передается крутяк на колеса и тачкой прямиком на бензиновом двигателе короче говоря с одной стороны тачка взяла все лучшее от последовательного гибрид а гибрид а вот последовательно гибрида ниссановского с другой стороны все же осталось параллельным гибридом который придумала toyota в качестве трансмиссии спросите меня что же используется здесь а я скажу вам практически ничего потому что пока вы двигаетесь на электромоторах все изменение крутящего момента происходит прямо внутри них аналогично и power и аналогично же любым электрокаром а когда тачка идет на бензиновом двигателе передача происходит прямым без каких-то изменений момента через муфту вот такая вот фигня сложно кто не понял простите потому что я бы первый раз услышал тоже бы не понял но поверьте на слово технология очень крутая салон друзьям во первых сразу же как только садишься в эту тачку забываешь опять о названии inside ничего общего с прошлым поколением вы здесь не увидите мало кто может сказать что inside прошлого поколения хотя его и считали как только он появился очень космическим да по вот этим разноцветным полосочкам на спидометре по всяким вот этим подоконникам короче говоря дешевого пластика здесь больше нет почти если не брать вот эти вот штуки и дверные карты все те же дребезжалки как утверждают сами японцы очень много они экспериментировали с материалами по шумоизоляции чтобы добиться идеального результата и как говорят добились поедем кататься все это дело оценим своими глазами и всю правду вам расскажем во всех комплектациях вы получаете кожаную обивку сидений ну так получилось что в россии это считается топом честно говоря не поддерживаю на самом деле а вот на может быть сейчас начнете писать что ты просто нищеброд на тряпки все время ездишь потому что тебя бухловус может и так велюровая прострочка посередине то есть у нас комбинированный салон велюр тоже не очень люблю хотя штука прикольная на сидушках вариант неплохой но зачем отделали приборную панель велюром мне непонятно в россии он замусолится кожаная вот эта штука была бы поинтереснее наверное потому что все ставят на нее ноги еще бы вы не писали мы не ставим ноги в свиньи доставят все ставят на нее ноги и она у всех замусолиться достаточно удобный руль практически от аккорда заимствованный только по моему там он чуть побольше все функции которые вам могут понадобиться в дороге у вас есть на руле также есть подрулевые лепестки которые вы можете поиграться с импровизированными передачами и такие типа я на коробке хотя помните что это все не по-настоящему к слову о коробке отсутствует селектор лайк на седьмом аккорде соответственно сер седьмом не путайте седьмым поколением очень нравится мне эта штука непонятная но очень прикольная также как и задний спойлер ручка на самом деле очень куда-то я уже поехал на самом деле очень удобная фиговина здесь у нас есть беспроводная зарядка вполне хватает чтобы зарядить ваш гаджет на самом деле заряжает медленно и влазить не все но на дальняк покатит у нас есть две юсб дырочки и отдельно у нас есть розетка под стандартный прикуриватель тоже классно в принципе этим сейчас никого не удивишь правильно по приборке друзья делится она у нас на два сегмента справа стандартный аналоговый спидометр на 180 километров кто скажет что она поедет больше говорите пишите прочитаем не поедет в левой части у нас дисплей на котором отображается режим работы вашего двигателя либо в режиме зарядки находится ваша батарейка либо соответственно в режиме разрядки когда вы полный газ шпулите на электротяге и соответственно когда у вас идет передача момента с бензинного двигателя на колеса об этом тоже вы можете догадаться по левому дисплею господи как это сложно но я думаю вы поняли что хочется добавить от себя души в этой тачке намного больше чем в приусе или даже в лексусе можете плевать смело меня в комментариях потому что вот эти вот элементики по поводу садящейся батарейки по поводу от этого легкого попикивания до когда вы были пристегнуть ремень например услышали как при успешит это ужас просто выйти хочется из этой машины не то что пристегнуться хотя пристегиваться нужно друзья потому что безопасность превыше всего по системам безопасности все в ногу современными технологиями honda sensing на мой взгляд это лучше вообще кто думает об активной безопасности предотвращение столкновений контроль полосы слежение за дорожными знаками и система экстренного торможения при угрозе лобового столкновения вот такая штука действительно можно смотреть просто на спидометр и практически контролировать всю дорожную ситуацию если вы по какой-то причине знак не заметили вам машина об этом сообщить чем мне не нравится мне не нравится вот эти вот крутилки для такой тачки они простоваты мне не нравится что не все они переделали и когда ты уже заморачиваешься но уже будь добр вот это хотя бы штуку можно было вот в такую же алькантару закатать или даже вот эту не заказывать а это закатать то что вот эта штука первая у нас начнет дребезжать хотя опять же может это все в целях безопасности потому что по безопасности у нас монтированы туда подушки все придраться по салону мне больше не к чему сидеть удобно все сидушки на электроприводах регулировок достаточно руль двигается у нас как вверх вниз так и вперед назад правильно же да и это тоже очень классно означает что целевая аудитория по габаритам человека у этой тачки огроменные пойдем назад в ценим чё сзади хочется сказать что это все-таки инсайд но опять же только потому что я придирать тачкам я нашел здесь еще больше пластика стучащего хотя ну куда я попер куда я попер место нормально не скажу что много с аккордом здесь его не сравнить в отличие от передних сидушек потому что там можно вообще развалиться у нас есть вот такой подлать под лачо под подлокотник который есть везде и им тоже никого не удивить чем здесь можно удивить ничем кроме обдувов для задних пассажиров но скорее всего в некоторых комплектациях его и нету радуют материалы которыми здесь все отделано хотел сказать отделано кроме вот этих пластмассок опять же даже вот это колесико на регулировке как эти штуки называть правильно на регулировке вот этих штук короче говоря прорезинено не то что в новой камрюхи которая почему-то на западе считается топовой тачкой но у него крутилки как колесики от игрушечной машины детской пластмассовой китайской самой нельзя говорить таких слов а здесь все прорезинено поэтому ребята из honda которые собирают фокус группы перед каждым серьезным решением делают красиво один у нас большой кармашек и есть кстати говоря вот такая маленькая штучка для ваших телефончиков чтоб они не потерялись а телефончики теряются часто у них пойдем глянем багажник багажник друзья очень классно что он открывается снаружи для седана а напомню что inside у нас теперь седан это классно не во всех седанах багажник открывается снаружи в общем 519 литров он имеет кстати говоря это на 119 литров больше чем в прошлом поколении важная штука для седана завались грузовиком вы его использовать все равно не будете картошки пару мешков влезет я думаю даже три мешка и мало того что это один из немногих седанов который можно реально положить запаску потому что место позволяет я даже полноразмерное колесо туда стихнул вот эту штуку бы вытащил потому что нафиг она не нужна а запаска в россии нужно несмотря на то что аккорд у нас всегда и был седаном а inside теперь тоже седан вы можете сложить спинки задних сидушек классная штука во многих сейчас есть можете говорить но в этом теперь тоже есть потому что он теперь седан возможно я докопался до верхней части багажника сидя перед ним на коленях потому что никто так делать не будет и смотреть туда соответственно не будет вот я поэтому наказание себя вляпался в смазку какой-то но вот здесь вот голое железо которое могли бы уже для полного форса фарса есть такое слово какой-то в общем для полной красоты могли бы закрыть эту штуку пластиком потому что honda вообще о таких мелочах думает чё я докопался не знаю может быть потому что пытался выключить свет хотя больше никто так пытаться тоже не будет делать и зацепился просто пальцами за вот эту железяку круто не круто можете писать что в бэхах такого не бывает и в наших любимых кого вы там любите этот skoda octavia который любую вышку нашу накроет наконец-то выдалась возможность прокатиться первое ощущение сидеть комфортно по шумоизоляции я так скажу нормально но для седана среднего класса в лексусе сто процентов тихо да и с другой стороны какого вообще я сравниваю с лексусом никто не заявлял получше сто процентов раза двести чем в прошлом инсайте по шумке по посадке по материалам и я так скажу что все органы управления очень удобно расположены по обзорности вопросов нету этому способствует у нас низкий угол лобового стекла и очень хорошо уходящая вниз плоскость капота это во-первых очень классно для обзорности а во вторых а во вторых это еще и аэродинамика друзья соответственно экономия топлива кстати говоря про расход топлива порядка четырех литров он будет составлять по нашим дорогам этого владивостоке где можно ехать только вверх или вниз но в идеальных условиях естественно да если не винтить пенсионерить и грубо говоря никуда не торопиться будете винтить я думаю литров 5 она у вас съест японцы заявляют чуть ли не 3 литра 2 и 9 динамика не гонка автомобиль если сравнить его с цивиком тем же поколением разницу вы ощутите однозначно с аккордом сравнить ее нельзя бесполезно аккорд для меня это лично в топе тачка по динамике пока я не прокатился на ауди тт но это уже другая история нормально для городского седана предостаточно не будет такого ощущения что хочется открыть дверь и подтолкнуть ее ногой но я думаю что на трассах в каких-то местах будет ощущение что вам я не хватает может быть если я покатался побольше на ней мнением и как-то поменялось но первые ощущения такие в общем неплохо нормальная тачка можно брать я думаю что ее внешка и интерьер салона все перекрывают все минусы даже вот эти вот цены друзьям самая ваша любимая рубрика скажу так относительно того количество плюсов которые мы в этой тачке нашли я бы сказал что цена крайне мало как и вероятность того что в этот бюджет можно купить что-то подобное или что-то что эту тачку производит короче говоря от миллиона 400 я нашел в статистике за этот месяц при том что это был не какое-то там битье это было три с половиной с пробегом 87 тысяч девятнадцатого года были какие-то там замены небольшие подкрасы но это самый низ рынка в миллион пятьсот можно привести эту тачку в идеале только в единственном техническом исполнении вы можете получить ее на переднем приводе с двигателем полтора литра 109 лошадиных сил и гибридной силовой установкой кого можно предложить вам если эта красотка почему-то не зашла в этом же сегменте из среднеразмерных седанов с намеком на бизнес-класс но честно говоря кроме приуса пятьдесят первом кузове и который все-таки не назовешь до конца до седаном и мазды от тензы на ум особо никто не приходит потому что потому что что потому что нет седанов corolla которая к нам вернулась еще не популярным и не привозили и все-таки она уступает и по классу и по количеству опций и по размерам вот этой красотки на тензу она даже похоже визуалом а все остальное кто из седанов в принципе остался в японии это аккорд до краун из основной линейки да и куча всяких от них производных лексус и и так далее кстати у лексов очень большая линейка по седанам но это отдельный сегмент для любителей роскоши дело чем а в том что класс седанов в японии потихонечку покидал нас до того момента пока не вернулся инсайт и цивик в кузове седан это тоже очень интересная тачка обязательно привезем и сделан у нее обзор так смотрите потому что большинство выбирает более практичные хэтчбеки универсалы минивены и кроссоверы тем более для нашей страны но радует что есть еще у нас любители просто посмотреть на тачку и порадоваться также как и порадовался сегодня я подведем итог по внешке пятерочка я бы сказал такого в круг тачка получает от меня четыре с плюсом пять не дам потому что я ханжа кто знает что такое ханжа должен напишите в комментариях потому что я где-то услышал постоянно теперь повторяю ничего не до конца разобрался но пускай будет так по визуалу в общем пятерочка тачка выглядит реально очень круто жду когда привезем первый аккорд вот в таком уже кузове и сто процентов это будет топ за свои деньги кстати говоря какие деньги тоже пока не ясно по ходовым качеством среднячок по шумке нормально для среднеразмерного седана пойдет нельзя назвать это автомобилем бизнес-класса хотя тут как посмотреть но если вы выбираете автомобиль глазами а так делают очень многие в нашей стране то присмотрите к этой малышке уверяю вас многие ваши ожидания она оправдает не забывайте что в японии есть автомобиль для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля а а а а а а а Продолжение следует...